Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Говорим сегодня об улучшении качества жизни и о том, как можно повысить уровень вибрации и жить в согласии с самим собой. Каждый человек – это духовное существо, и каждый из нас может ощущать то, что происходит внутри него. То есть чувствовать, какие у него есть желания, что он хочет и чего нет. И повышение уровня вибрации – это, по сути, улучшение состояния. То есть когда мы повышаем вибрации, то есть мы вибрируем на другой частоте. То есть частота вибрации – это вот когда, допустим, человек находится в страхе, у него одна вибрация. Когда в антагонизме другая, когда в радости третья и так далее. И то есть с помощью процесса внутренних, да, то есть можно понять, что происходит внутри и повысить уровень вибрации. То есть это происходит за счет очищения сознания. То есть я вот провожу практику, auditing или процессинг, она помогает человеку заглянуть внутрь себя и убрать из подсознания те негативные заряды, которые там накопились. И таким образом происходит постепенное увеличение осознанности. То есть постепенное увеличение уровня вибрации. И каждый человек может осознать, что происходит с ним. То есть я как проводник помогаю заглянуть внутрь себя и понять, какие процессы там происходят, и эти процессы наладить. То есть наладить в каком? Почему называется процессинг? Потому что много процессов, которые внутри идут, они неосознаны. И чтобы эти процессы осознать, важно посмотреть внутрь. И то есть это делается с помощью осознавания, переосознавания. То есть я направляю ваше внимание, и мы проходим через случай, где накопился негативный заряд. И происходит рассмотрение, как есть, принятие и облегчение. И за счет этого происходит повышение уровня вибрации, эмоциональное состояние. То есть происходит, по сути, процесс исцеления. То есть человек становится целостным. Целостность – это состояние, когда вы не разделены, когда у вас есть вот такое понимание, кто вы, куда вы идете. То есть нет такого, знаете, как есть разброд и шутание. То есть одна часть хочет одного, другая другого, и непонятно, куда двигаться. Вот чтобы этого не было, мы убираем вот эти негативные заряды, которые отвлекают внимание, уводят вас от себя. И происходит процесс гармонизации осознанности, гармонизации личности и состояние, возвращается в состояние целостности. Вот. И таким образом происходит то, что вы становитесь в большей степени самим собой. Вот. Этот процесс, он, ну, скажем так, у каждого занимает какое-то свое время. То есть у кого-то быстрее идет, у кого-то медленнее. То есть все индивидуально. Самое главное это начать и двигаться, да, то есть по улучшению. То есть ежедневные сессии гораздо эффективнее, чем, ну, какая-то единоразовая сессия. То есть это, по сути, процесс постепенного духовного роста. Я уже занимаюсь процессингом в течение 20 лет. И то есть в данном случае основная, ну, основная причина, по которой я в целом занялся этим, это желание понять себя и желание раскрыться, желание понять смысл жизни. Потому что бывает, с нами происходят какие-то непонятные вещи, мы не знаем почему. Но когда мы смотрим глубже, смотрим на свой прошлый опыт, на прошлые жизни, мы понимаем, что тут есть определенные вещи, которые мы не проработали. И потом, когда мы это прорабатываем, происходит восстановление состояния, и мы начинаем действовать осознанно, легко, во благо для себя и других. Поэтому, друзья, смотрите, самым важным моментом, да, который вот даже обращают люди, обращаются ко мне, это то, что человек зачастую, ну, бывает, вроде бы знает, что с ним не так, но не может это урегулировать. Некоторые, конечно, и не знают, да, что не так. Потому что, когда человек знает, но это может быть совсем не то, да, то есть может быть что-то гораздо глубже. И то есть моя цель – это помочь вам действительно найти причины вашего состояния. Причины я имею в виду, конечно же, вы являетесь причиной, да, то есть вы в какой-то степени осознанно или нет создаете его. В данном случае есть определенные мотивы, да, почему это началось. То есть возможно было какое-то подавление, страх, ненависть, негативные эмоции. То есть и мы это рассматриваем, то есть мы находим это и убираем оттуда заряд. И тогда восстанавливается ваше состояние, вы начинаете жить осознанно, легко, во благо для себя и для других. Вот таким образом происходит этот процесс исцеления. То есть и, соответственно, этот процесс – это такой многоступенчатый процесс, да, то есть шаг за шагом вы повышаете свою осознанность. Я помогаю вам в этом. Можно, конечно, это делать и самостоятельно, с напарником, но со специалистом это гораздо более эффективно и быстрее, да, то есть потому что я знаю технологию, я не оцениваю вас, не обесцениваю, не говорю вам по сути, что думать о себе, я вам лишь помогаю. То есть это чистый метод, чистый подход, без гипноза, без какого-либо воздействия. Вот давайте сейчас такую сделаем небольшую сессию и посмотрите, как это работает просто буквально в течение, там, пары минут. Вот сядьте в удобном для вас месте, прикройте глаза, чтобы ничто не отвлекало вас. Мысленно создайте пространство сессии. Почувствуйте себя в этом пространстве, ваше тело, и посмотрите, что происходит вокруг вас. То есть какие есть, возможно, негативные эмоции, что-то мешает вам, раздражает. Вот посмотрите на это, то есть не отстраняясь, а наоборот, с принятием. И когда вы это почувствуете, посмотрите, откуда это приходит. То есть, возможно, придут какие-то случаи, где это происходило. Вот и когда это придет, то вы углубитесь в этот случай и перепросмотр сделаете несколько раз. С проживанием эмоций, с восприятием, как есть. И когда вы почувствуете, что происходит облегчение, заряда становится меньше, это правильный критерий. То есть, означает, что происходит изменение, что вы работаете, что вы прорабатываете заряд. Если этого не происходит, значит, возможно, есть какое-то непринятие. Посмотрите тоже на это. Бывает еще такое, что есть более ранние подобные случаи. То есть, вы прошли это, а что-то открылось новое. Тогда двигайтесь глубже и так проходите каждый случай по нескольку раз. И двигайте все глубже и глубже, пока вы не откроете самое раннее, что у вас там есть. И это и будет причиной. То есть, к вам придет переосознание и озарение. То есть, озарение в каком плане? Вы почувствуете, что произошли изменения в вашем состоянии, что оно изменилось, улучшилось, и вы пришли к какому-то новому пониманию жизни. Вот таким образом это происходит. Вот в сессии, и это, конечно, более глубже, да, это сейчас такой краткий экскурс. А в сессии мы делаем это более глубже, и мы находим самые-самые ранние моменты, вплоть до прошлых воплощений, там, где какие-то родовые кармические завязки. То есть, все вот это мы проходим и убираем оттуда заряд. И таким образом происходит изменение состояния. Вот. И, соответственно, это все можно делать онлайн, то есть, имеется в виду по вайберу, по скайпу, по телефону. То есть, самое главное, это первое, ваше желание. Второе, это то, чтобы вы были готовы, то есть, ответственность за ваше состояние. То есть, потому что исцеляетесь вы, я помогаю вам. То есть, я не то, чтобы делаю это за вас, я вам помогаю этот процесс настроить. Вот таким образом это происходит. То есть, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать их в комментариях, или мне лично, мои контакты указаны будут под этим видео. Вот. И я отвечу на них, то есть, постараюсь рассказать подробнее. И также можете написать мне, записаться на бесплатную консультацию, где мы пообщаемся 5-10 минут, и я отвечу на ваши вопросы, расскажу, как можно улучшить ваше состояние. Также я провожу обучение аудитингу, то есть, можно научиться, как это правильно делать. Вот. Обучение курсу преодоления подъемов и спада в жизни, где я показываю, ну, скажем так, в курсе, как справляться с подавлением. И курс достоинства и целостности личности, где вы проходите свои, ну, скажем так, моменты, где вы поступали некорректно, неправильно, проступки, утаивания, и тоже исцеляете этот, потому что это очень важный момент возвращения к целостности. Вот. Также я провожу программу очищения, которая помогает убрать негативные, ну, скажем так, проявления от употребления алкоголя, лекарств, наркотиков, радиации, там, химических загрязнений. То есть, это очищение тела, где вы пьете витамины, минералы, бегаете и паритесь в баньки под моим руководством, вы можете это делать даже у себя дома. Вот, да, то есть, ну, имеется в виду, если у вас есть сауна или в спа-центре, где это, ну, главное, чтобы вот соблюсти вот эти вот правила, которые будут прописаны в этой программе. И таким образом происходит очищение тела, и это важный предварительный этап. Также в плане питания рекомендую, если вы, ну, скажем так, питаетесь обычной пищей, перейти на растительную пищу. Это поможет вам тоже разгрузить и очистить организм. Вот. То есть, это питание, к тому же, поможет не только вам, но и в целом планете, да, потому что, ну, животноводство, скажем так, приводит к некоторым нежелательным последствиям. Вы можете это посмотреть. Ну, в интернете есть достаточная информация, не буду сейчас даже конкретную приводить, просто посмотрите, как влияет животноводство на логию, и вы все сами поймете. Вот таким образом, друзья, да, то есть, если у вас есть вопросы, пишите. Я открыт к общению, добавляйте в друзья в соцсетях, вот, и любые вопросы я постараюсь максимально честно и открыто ответить. Вот. Сейчас на экране появится еще парочка видео, можете их посмотреть, как изменить судьбу, практика проведения процессинга счастья, подписка на мой канал и мой сайт, тоже заходите в гости. Вот. Если видео понравилось, ставьте нравится, подписывайтесь на канал, включите колокольчик для напоминания о новых видео. Вот. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, это проект Академии Счастья. Вот. И, конечно же, я вам желаю счастья, осознанности, гармонии и всего наилучшего. До скорой встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok